Глава российской госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что в 2023 году ВПК государства агрессора якобы в семь раз увеличил производство танков, о чем написали российские пропагандистские СМИ. А в свою очередь, российский военный, так сказать, эксперт Виктор Мураховский заявил, что по его подсчетам получается, что российский ВПК в 2023 году смог поставить в войска аж 2100 танков всех типов, начиная от Т-54, 55 и Т-62, и завершая новейшими Т-90М прорыв. И на этом фоне ситуация может выглядеть угрожающе, потому что до сих пор было известно о возможностях российских оккупантов выпускать ориентировочно по 200 новых танков в год. Если вчитываться в те калькуляции, которые приводил Мураховский, то картина выглядит следующим образом. Если в 2020 году армия РФ получила лишь 30 танков Т-90М, то в 2023 вроде бы аж 210. Если поставки по Т-72Б3 в 2020 году для армии РФ составили 120 машин, то в 2023 вроде бы аж 840 единиц. А по категории сняты с хранения, приводится также цифра 840 машин, типов Т-80 и Т-72, Т-62 и Т-54, Т-55. Но если попробуем проверить эти цифры из других источников, то получим совсем другую картину. Например, специалисты Шведского исследовательского института FOI в своем докладе по военному потенциалу России после полутора лет полномасштабной войны против Украины отмечают, что сейчас российский ВПК способен поставлять в год значительно меньшее количество танков. Ориентировочно 520 машин в год, из которых 62 танка типа Т-90М Прорыв и 62 танка типа Т-90, Т-90А, 80 танков типа Т-80БВМ, 140 танков типа Т-72Б3 и 140 танков Т-72Б3М. И это при том, что авторы шведского FOI в своих оценках бронетанкового потенциала России исходят из пессимистических оценок, что россияне например могут иметь на хранении еще до 2000 танков Т-64 различных модификаций, и до 2800 танков типов Т-54, Т-55. И что на февраль 2024 года армия РФ даже при текущих потерях и более умеренной оценке возможности российского ВПК все равно будет иметь в строю от 2500 до 3000 танков минимум. На этом фоне можем сделать следующий вывод. Вполне вероятно, что в течение 2023 года армия России действительно могла получить аж 2100 танков всех типов. Но для улучшения картинки, управленцы российского ВПК и российские пропагандисты загнали в эту цифру буквально все танки, даже те, что были сняты с консервации и прошли хотя бы минимальный объем работ на бронетанковых ремонтных заводах при Минобороны РФ. И это может заодно объяснять ту неэкономность по потерям, на которую командование армии России идет при применении танков в штурмовых действиях. Потому что военно-политическое руководство России может считать, что до сих пор имеет безграничное количество основных боевых танков на складах хранения, и вроде бы легко может восстанавливать любые потери. Но, как говорится, ничто не вечно.